Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о том, почему не стоит спешить с проращиванием черенков винограда и когда же оптимальное время это сделать. Итак, наступил Новый год, наступил январь и, конечно, садоводам уже не терпится начать что-то делать. Более того, есть отдельная категория садоводов, которые начинают проращивать черенки еще с осени. Мотивируя это тем, что есть достаточно большое количество времени до момента высадки в открытый грунт, до мая, соответственно, растение будет большое, то есть мы ускорим его развитие. Без специальных условий мы этого не сделаем. Сейчас буквально капельку коснусь осени и перейдем уже к теперешнему времени. Значит, если мы говорим, например, об осеннем проращивании, все-таки у растения должен быть период покоя. Конечно, можно проращивать и без периода покоя, да, они прорастут, да, они начнут развиваться, но растение будет более ослабленным. И без создания специальных условий, как то тепла, подсветки, влажности, а создать это в домашних условиях не так уж легко, как мы думаем. Растение до весны может просто не дожить. Да, оно начнет расти, оно начнет развиваться где-то до февраля. Ну так, приблизительно. Я в прошлом году экспериментировала, поэтому я знаю, о чем я говорю. Так вот, приблизительно до февраля все развивается хорошо, а потом вдруг резко раз и все погибает буквально в один день. И вы сделать не можете ничего уже. То есть надо приложить очень много усилий для того, чтобы вот это все сохранить. Кроме того, если мы говорим об осеннем укоренении, опять же, проверено мной экспериментально, черенки укореняются хуже при прочих равных условиях, чем те, которые немножко полежали в покое. Дальше переходим, если мы хотим проращивать сейчас. Смотрите, у нас на укоренение в среднем уходит там 3-4 недели. Ну, может быть, чуть больше, все зависит от сорта. Но давайте посмотрим на то, какой у нас световой день. Световой день у нас еще очень короткий. А виноград растение очень светолюбивое. Ему нужен этот свет, это его энергия, это его источник питательных веществ в том числе. Потому что нет света, нет ничего остального. А у нас мало того, что день этот, он и так коротенький еще. И дни пасмурные. Январь у нас пасмурный. Февраль, ну, бывает иногда, там что-то проглянет, пасмурный. Март тоже бывает, что пару дней солнышко выглянет, а остальное пасмурное. Но там уже хотя бы день удлиняется. А сейчас еще нет. И что получается тоже? Мы ставим проращивать. Вот там 3-4 недельки у нас пришло. Например, даже вот моделируем ситуацию. Мы поставили проращивать сейчас. Так, через месяц у нас уже хорошие зеленые росточки. Февраль. А им еще темно. Мало того, если мы говорим о квартирах, что у нас еще в это время работает? Отопление. Отопление нам дает сухой воздух. Мало того, что света не хватает, сухой воздух, он тоже никак не способствует нормальному развитию. И черенки ваши, уже даже проросшие, тоже могут погибнуть. Где-то чуть водички перелили, чуть-чуть не угадали. Растение не может нормально работать. Потому что, опять же, света мало. Соответственно, оно не может нормально поглощать влагу, которая в земле. И поэтому вы не ускоряетесь, а скорее наоборот, затормаживайте рост вот этого самого уже вашего саженца. Вам хотелось ускорить. В итоге вы не ускорили, вы получили. Если он выживет, то это будет более ослабленный саженец. Ему будет тяжелее расти, если выживет. А может и не выжить. Загнивание корней, опять же, сухой воздух, там листики крутятся, высыхают, пересыхают и так далее. Соответственно, меньше зеленой массы, меньше питания. И у нас получается эдакий замкнутый круг. Когда мы хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Поэтому не спешите. Когда оптимально это делать? Не раньше середины февраля. А в принципе можно. Опять же, в зависимости от того, в каких климатических условиях вы живете. Можно в марте это делать, можно делать даже в апреле. Есть данные о достаточно успешном укоренении. Где-то в апреле, когда ставят черенки на укоренение, приходит май теплый, уже земля хорошо прогрелась. И укорененные черенки, если вы для себя растите, сразу же можно посадить на постоянное место с корешками. И он уже там будет развиваться. Можно даже пробовать таким образом. Но смотрите, какая ситуация бывает. Вспомним уже прошлую весну. Обычно мы высаживаем саженцы приблизительно середина мая. До 9-го у нас еще есть вероятность возвратных заморозков. Потом уже почва прогревается, уже становится тепло. И мы начинаем высаживать саженцы в открытый грунт. Наши проросшие черенки. Но в прошлом мае, еще 23 мая, были по республике кое-где местами возвратные заморозки. То есть, если бы мы, например, укоренили в апреле и высадили, ну там даже в середине апреля начали бы укоренять, и после 9-го мая высадили в открытый грунт, велика вероятность, без каких-то специальных условий, что наши тоже такие молодые саженцы, они бы погибли ввиду вот таких погодных условий. Конечно, у нас не каждый год, я надеюсь, такое бывает. И может быть вообще это была разовая акция. Хотелось бы на это надеяться. Но тем не менее, бывает и так. То есть, можно начинать вообще максимально поздно проращивать. Но тоже смотрите, то есть, высаживать в грунт сразу хорошо. Но надо там обеспечить вот этому черенку только-только укоренившимися хорошие условия, чтобы ему было там комфортно расти. Поэтому, что делаем мы? Мы начинаем проращивать где-то ближе к концу февраля. За март у нас это приблизительно все нормально укореняется. За апрель подрастает зеленая масса. Плюс там серединка мая. И к середине мая, к моменту высадки, мы получаем вполне хорошие жизнеспособные саженцы. Уже с более-менее развитыми корешками и с развитой надземной частью. То есть, нам так удобно. Вы смотрите, то есть, либо делаете так же, как мы, где-то вот конец февраля, начало марта, начинаем укоренять. Либо вплоть до середины апреля. Сохраняем, укореняем и сразу помещаем в открытый грунт. Конечно, если черенки у вас какие-то тоненькие, может быть пересохшие, и вы не уверены, что они протянут долго, можно пробовать укоренять их несколько раньше. Но отправная точка у нас хотя бы середина февраля. Дождитесь до этого времени, черенки ваши тоже долежат. Нормально они сохранятся. Потому что, ну, жалко, когда она уже начинает расти, и вы начинаете терять уже молоденькие саженцы. На самом деле, жалко и обидно. Поэтому не спешите. Нам надо дождаться, чтобы и условия окружающей среды тоже способствовали прорастанию наших черенков. Помните, что спешка в данном случае может привести либо к потере вашего будущего виноградного растения, либо к сильному ему ослаблению. И таким образом вы не выиграете время, а наоборот его потеряете. Поэтому набираемся терпения. Осталось нам ждать не так уж и много. Время пролетит очень быстро. Но на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свое мнение, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку, еще будет ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. И до новых встреч!